Привет, друзья мои! Сегодня я хочу вам предложить еще один вариант креативного творчества. Ведь рисование губкой для мытья посуды и ватными палочками это интересно, легко, просто, а результат шедевральный, согласитесь? Для рисования я использую плотную бумагу для черчения и акриловые краски, атурии, но вы можете взять и обычную гуашь. Ветку дерева и веточки рисую черной краской тоненькой кисточкой. Можно ее прокручивать, получая извилистые ветви, а для того, чтобы они получались тоненькими, на кисточку сильно не нажимаем. Ведем кисть, слегка надавливая на нее. Собираем пучок ватные палочки, скрепляем их резиночкой, чтобы они не распадывались, и начинаем ляпать. Сначала красной или бордовой красочкой, затем я взяла золотую, а затем желтую. Мне очень нравится, когда краски начинают смешиваться между собой, образуя новые оттенки, оранжевые и медные. Субтитры создавал DimaTorzok Далее можно взять плоскую кисть, либо все рисовать вот такой тоненькой кисточкой. Полосочки получаются тоже идеальные, а также разводы на водной глади очень хорошо получаются рисовать с помощью тоненькой кисточки. Но также есть вариант нарисовать их белым маркером. Прежде чем рисовать белым маркером, убедитесь, что краска на листочке уже высохла. Отрывистыми линиями рисуем овал. Субтитры создавал DimaTorzok И снова мы берем тот же пучок ватных палочек, но в краску в этот раз мы уже его не макаем. Ляпаем тем, что на них осталось. Ватной палочкой или тоненькой кисточкой сделайте несколько прикосновений. К листочку красными, желтыми, оранжевыми оттенками. Это полетели листья. И чуть-чуть растушуем листья на водной глади. Понравился мастер-класс? Тогда рисуйте со мной, присылайте мне видео в инстаграм в директ и ставьте пальчик вверх. Подписывайтесь на меня и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока-пока!